Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем проходить Макс Пэйн. В последней серии мы бродили под оком. В принципе, мы этим занимаемся и сейчас. И могу сказать, что здесь нам отнюдь не рады. Убивают просто буквально каждую минуту по несколько раз. И, собственно, мы пробрались к кораблю Чарон, на котором... Добрый день! На котором нас ждет Борис Дайм, которого нам нужно сделать с ним что-то крайне нехорошее. Так. И я думаю, это будет весело. Как вы видели, нас встречает очень даже тепло. Да, подожди. Это мы уже видели. Так. Сохраняемся еще раз, чтобы это не смотреть. Задавать. Начинать. Ох, сразу попал. Тут, блин, просто без шансов. Это добивает, да? Да. Так, ладно. Хотя бы так. Ладно, хоть инграм есть. Без инграм мы бы тут еще помирали, помирали бы. Больше тут, похоже, ничего нет. Нам остается идти на корабль. Корабль довольно большой, так что я думаю, нам по ним придется полсирии где-то бегать. Хотя, не факт. Так, там бегут, я вижу. Минус один. Напоминает корабль из The Darkness. Там тоже было много головных болезней. Почему всегда хорошие игры, они очень сложные. Я не знаю. Но, тем не менее, меня, с одной стороны, это, конечно, радует, потому что со всеми этими беззубыми современными боевиками уже забываешь о том, что такое, когда игра бросает тебе вызов. Здесь, даже на нормальном уровне сложности, такой хардкор, что ну просто, ну вообще. Это хорошо. Но, конечно, то, что временами приходится раз по 15 грузиться на одном месте, просто потому что, как только, вот, типа, так вот, как только ты забегаешь в дырной проем, сразу ловишь крупный заряд дробей, ничего не успеваешь с этим поделать. Это не очень приятно. Именно для просмотра. Так, там звонит. Давайте мы сначала возьмем аптечки. Никуда не убежит, потому что... Так, сохранимся. И, собственно, давайте посмотрим, что там такое. Дайм? Анжела Путчин, привет. Хм-хм. Ан-Ги. Скажи мне, сколько дайм тебе стоил? Я уверен, что это было больше, чем его имя. Макс Пейн. Правильно, первое время. Я не мог. Ты sure you're not confused with me with Boris here? Но ты верненько, конечно. Для всего, мы должны были вместе и поговорить. Макс Пейн нормально. Путчин, Путчин элло, это было опасное время. Но, когда люди умчатся, они выгибают ошибки. А я должен знать. Это я хочу, чтобы Путчин элло, смеялым, чтобы ухожу от своих своих ног. Почти туда подшим. Не очень дословно перевод, надо сказать. Он хотел сказать, что не избавиться от Путчинева было опасной задачей. Выводить его из себя. Ну-то ладно. В целом, смысл донесли. Крайне неплохо. Ну что за дебила? Хорошо. Хорошо. Патронов на Энграм что-то все меньше и меньше. Плохо. Так. Осталось 10 патронов до смерти. Добрый день! Хе-хе-хе. Придурки. Так. Я думаю, с дробовиком пора бегать. Так. Налево или направо? Направо. Так. Налево или направо в дебиле. Ох, сколько у вас тут ела-пала. Сохраняемся. Сейчас они сюда побегут. Но, по крайней мере, у меня здоровья хватает. Сейчас они, конечно, быстро вы съедят. Небольшой подарочек. Да. Это будет... Это будет дело. Да, дохни ты, мать твою. Не особо хорошо прошло. Но, по крайней мере, они мертвы. А кроме них там еще осталось, собственно, Борька, Борис, как убийцы в Вольштадте. Он сидит, да? И то он там. Я не совсем поймал, что-то с текстурами сливается. Да, это и у черепушка торчит, он увидит. Так. Смогу из такого же состояния по нему попасть? Что-то сомневаюсь, честно говоря. Вот. Сколько тебе пульта нужно? Так, этот умер, а тот меня сейчас убьет. Так что не обольщайтесь. Ах! Не трогай меня! Ну, я же говорил. Так, давайте выстрелим, чтобы тот паренек сюда прибежал. Привлечем его внимание. И сюда. Да твою мать, я застрял в стене. Так, и теперь уже... Ты все там же сидишь, да? А, вон он теперь где сидит. Так, это будет сложнее. Но, по крайней мере, он теперь, похоже, один остался. Так. Придется нам с тобой попариться, братюня. О! По-моему, ему понравилось. Блин, он живой еще. И он идет меня убивать. Да твою мать. Твою мать, чуть от меня. Так, сходимся быстрее. Блин. Это чисто моя ошибка была. Да, дохнет ты мать. Че такое было? А, видимо, он меня убил. Все, сдох, наконец-то. Блин, да че душный парень этот, Боря. Натурально, Борис, когда не попадешь. Так, ладно. Прилег. Сохранимся. Давайте смотреть, что у нас здесь. Похоже, нам отсюда выходить, что ли, нужно. По сути-то мы все, зачем сюда ходили, выполнили. Так, ну. Еще обезболивающие. Отлично. С нами Владимир связался. Говорит, ты сможешь, можешь здесь, ага, постоять. Бери все, что нужно, потом на мостике встретимся. Так. Хорошо. Кольт Камандос. Кольт Камандос. Интересное название. Так, я надеюсь... А, ну да, все. Скрифанили себя, не с ловкой. По самой небовой. Но, даже с этим силой, я не могу не пойти поученнему в его манер. Я только надеюсь, что он не будет поученнему, чтобы мне услышать, чтобы он был один. Это Макс Пейн. Я хочу закрепить дело. Пейн? Ты же мертвый. Это все, что все все говорят. Я у меня с твоей кораблей. Я хочу встречаться. Нет пейн, нет границ. Капиш? Ты знаешь мой ресторан? Да, я знаю. Вон, я. Панчинелло-рестурант, мне кажется, был лучший день. Сноя падала, как ажи от постапокалиптических снегов. Но это было на улице. Дальше все будет холодно в Дон-рестуранте. Я знал, что это был длинный шаг. Анджело Панчинелло в самом деле появился, но не было крайма над надеяться. Это, по-моему, кошмар какой-то. Ну, давай. Бог твою мать. Блин. Ох! Кто-нибудь даст мне сначала разобраться, что происходит, прежде чем... Так, бежим! Бежим! Куда бежать? Куда бежать? Ой, твою мать. Твою мать. Все, хана, хана. Открывайся, мать твою мать. У-у-у, полный бардак, полный. Так. Вроде пока что... Сохраняемся по-быстрому. Пока что-то что-то получается. Да твою... А-а-а, блин. Так, а куда-то можно было идти, я вообще не понял. Куда-то вот сюда похоже. Или нет? Живем. Давай, братюнь. Так, хорошо. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Ой, что творится? Это же кошмар какой. Ой, ой, ой. Блин, надо было притормозить. Так, хорошо. Так, сохраняемся. Блин, это просто что-то, по-моему, уже совсем перебор, как вообще уже кошмар натурально пошел. Ой, блин. Так, тихо, тихо, тихо. Давай, давай, только не сгореть. Ой, бляха, муха. Ну, вот как вот тут среагирует было даже... Ладно, я помолчил. Так. Да-да-да. Знаем, проходили. Так, сохраняемся. Эм. Жим, жим. Твою мать, тебя только не хватало тут еще. Очередная игра слов непереводимая. Насловно можно перевести. Он чинело горел, как хотел меня видеть. Ладно, тут ребята уже с Ингримами бегают с двумя сразу. Это вообще печально. Так, ну вроде маленькая стихла. Бандиты, говорит, охраняли настоящее сокровище, выход из этого ада. Да, блин. Много, много боли будет в этом прохождении. Так, сели поудобней. Да, собственно, приступаем к зачистке. Ой, сколько вас тут, елы-палы. Вот эти ребята какие-то на него похожи. Так, ладно. Городская канализация. Не входите только для обслуживающего персонала. Так, один скрылся. Да ладно, далеко не убежит. Ты посмотри. Так, внизу вон там нас еще один него ждет. Я сейчас прямо в говнину упаду, да? Ну да, как обычно. Я могу выбраться? Нет вообще. А, все нормально, выбрался. Там, патроны к альту кончаются. Помню очень хорошо. Зато мы живы. Куда мы в итоге попали? Хорошо. Пончинело скоро похоже. Будет. Страбать. В ночь сняли с холодом. Звучит свет. В их свету падает снег, дошлое красное, дошлое. Я слышал истории. Трио были злые птицы. Они могли пролезать их в голову на пляже в пляже, если Капо не позволить их. Когда Пинчинело хотела болезнь, вы увидели болезнь. Мой шаг в моей ситуации был, что нет шага. Непо, что фильмы говорят. Нет правил, нет секретных мантрах, нет пути. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, минус один... И минус семь патронов... Можно было его поджечь... Что-то я не увидел... Так, хорошо, хорошо, сейчас мы это трио просто размотаем на лимни. Ой, не очень хорошая встреча. Лично, пока что все довольно легко идет, даже аптечек дают кучи, что для данной игры вообще не свойственно. Она предпочитает помучить нас, а в данном случае показывает как-то, в общем, ведет себя непонятно. Кто-нибудь говорит, позовите парней сверху. Нет, говорит, мы сами его убьем, слишком поздно. Кого-то звать. Ну давай. Ну давай, давай. Отлично. Чуть-чуть сложность упала и сразу чувствуешь себя супергероем. Я уже просто придрочился, если можно так сказать. Так, видный погреб. Тут, в принципе, вообще ничего нет, кроме врагов. Теперь мы, похоже, поднимаемся на первый этаж уже. Так, что-то увидел. Слово от Лисы Панчинелло было, что она была как-то мечта. Таро-карты на кухонной табле входит в картинку. Они не были моими картами, но я хотел бы взять крик в руку, которую миссис Панчинелло делала. Первая карта была таро. Может быть, это должно быть манер. После этого стало легко. Девил был мастер этого дома. И смерть был я, пришел за него. Да, дохни, думай, твоё. Так, это было... Ой! Простите, у меня чуть мишка не упала. Это было не очень изящно, надо сказать. Я довольно криво всё проделал. Но, по крайней мере, одного убил уже хорошо. Да, не вариант. Да, открывайте дверь. Так, всё? Да, бляха. Только я сказал, что игра начинает расстраивать тем, что она стала полегче. Она, похоже, расстроилась сама на меня. И теперь мне будет очень, очень плохо. Так, ну давайте вот так тогда, что ли? Побежали. Супер! Да стреляй, да ну что ж ты. Так, хорошо. Сейчас к нам оттуда побегут. Слышит топот. Так, первый пошёл. Чё он творит вообще? Вы видите, да? Хе-хе-хе-хе. Так, там чё тут, что ли? Да. Да, явно он там застрял за дверью. Или нет? Ну ладно. Более-менее. Более-менее нормально. Осталось подключиться. Одного убили. Вот этого паренька. Теперь их не трио, а дуэт. Та-а-а-а. Ты там действительно есть? Или мне кажется? Похоже так и казалось. Хорошо. А, я думаю там дверь открылась, но давай сюда поторпимся. Нет. Тут ничего. Пока. А, ладно. Пойдём. Всё, ладно. Хорошо. Твою мать. О, ты смотри чё творит. Твою мать. О, ты смотри чё творит. Так, ладно. На подарок. Хорошо получилось. Так, прибавим маленькое здоровье. Всегда нравилась музыка в Max Spinning. Такая она какая-то была, такая вот, как в боевиках 80-х. Причем не в первоклассных боевиках, а в боевиках B-категории. И в этом есть своя прелесть. Чем-то Тарантиновскую музыку на Томинай. Ну, то есть сам Тарантинов, ой, подожди, я его не увидел даже. Сам Тарантино музыку, конечно, не пишет, но вот у него в фильмах примерно такого плана музыка. Лови подарок. Пошел. Так. Че, сейчас с спины, как обычно, выбегут и сразу выстрелят. Так что я даже ничего не успею сделать или как. Нет, что ли? Че-то вы расстраиваете, ребят. Костерчик. Ой, костерчик, бля. Каминчик. Это главная тема, Макс. Полный набор. Что еще нужно, я даже не знаю. То есть, это просто кошмар. Блин, да? Ты посмотри, сколько он снял. Так, ладно. Здесь зато боли у Талевича полно. Ээээ, хорошо. Я не понял, я второго убил или нет? По-моему, это просто быки были такие. Точно не могу сказать, но по-моему... Блин, какая легкая игра. Вот я сейчас выйду туда смотреть. Он спускается ко мне. Так, подождем вот тут. Против двух инграмов у него шансов особо не будет, я думаю. А он не хочет выходить. Ни в какую. У-у-у. Так, ладно. По-моему, вот тут мы, кстати, убили первого, потом прошли вот так как-то. Круган сделали небольшой. Ну, ладно. Пока что мы живы. Усадьба вообще в хлам напоминает усадьбу. Из Даркнесса первого. Так, тут дверь, судя по каким-то трещинам, можно разломать или что-ли? Нет, но вряд ли. За картину у нас ничего нет. Или есть. Не важно. Так, вот это явно второй. У меня особо хорошо полетело. Так, ну. Дохни уже, дохни. Ой, только не убивай. Все, второй вдох. Лично. Два в минусе, остался один. Сказал Макс. Это, по-моему, прекрасно. Так. И по времени даже у нас еще. Как раз, наверное, мы успеем еще одного убить. Теперь, я так понимаю, где-то в холю или в фойе, как им назвать. Ну, короче говоря, там открылась дверь, и там меня куча быков ждет. А вот и вон. Ой, твою мать. Ладно, нормально я сохранился Так, ладно, продолжаем Пришлось загрузить более ранний сейф Потому что я сохранился, надо сказать, вообще прекрасно просто За полсекунды до взрыва Так, тут будет нормально, я думаю Ой И забыл, что наш ифт тут тоже Рыжок с замедлением Так, ну что, давайте взрывайте дверь, что ли, я не знаю Ладно, еще раз сохраняемся Мы еще раз подойдем к двери Во, пошел процесс Так, готов Где все? Что он там, один, что ли был? Хорошо, сохранимся Почему бы и нет Я уже думал, у меня гранат есть Так Ну что, братень? Так, это, похоже, простые быки По-моему А, он такой, полненький Ну да ладно Далеко уже не уйдет Хорошо Лечимся Тут у нас еще аптечки, это радует Ну раз Да, блин, что ж такое Мне на секунду не дадут мне Расслабиться Раздает аптечки, значит Сейчас будет прекрасный холод Это было слишком поздно Для нее О-о-о О-о-о Так Ты настоящий ангел, Макс Дальше кто звонит так от последней что ли что-то вообще как вот серьезно за мест на сказать пошел нам надо покончить в этой серии с ним а дальше уже будем разбираться в следующей ребята да блин да посмотри так сохраняемся на кольт у нас патронов так больше нет двор м бежит нет вам погнали не погнали не очень хорошо вышло да посмотри какой кошмар это же блин то есть просто да выходи я знаю ты можешь да дохни ты уже ну наконец то так этот готов ну сколько там еще парочка осталось а давай приезжайте быстрее ха 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 блин видели да че было я попробую да успокойся макс попробовал сначала сына убить но у меня переключилась на кольт в котором один патрон один выстрел сделал а потом пока он перезаряжался короче выполнен панчинелос трио из дан фор все три его больше нет и лизы тоже так нас посмотрим что у нас тут вот подожди отсюда пришло пошел а 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 и а а как утром, как утром, как утром, как утром. Нет, перейдь. Я просто делал, что я говорил, что я не могла раздавать. Она была более высокой государственной. Я не знаю. Он пытался купить больше сад для своего часа. Я не продал ни одного. Он их бомбил, убить. Это будет печально. Ну да что, давайте тогда... Подожди, я всех убил тут, нет? Нет. Отлично, я даже не сохранился. Давайте еще раз его убьем. Давайте... Да, done for. Давайте, короче говоря, на этом прекратим эту серию. В следующем уже будем разбираться с этими непонятными какими-то корпоративными агентами, которые, надо сказать, гораздо серьезнее, чем вся эта шваль муфиозная. Но это будет настоящей головной болью. Будем знакомиться с ними полноценно уже в следующей серии. Как видите, сюжет перешел на новый виток развития. По-моему, это круто. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok